Сочи на этой неделе принимал глав африканских государств. Представительство было максимальным почти весь континент. Итак, Россия после долгих лет возвращается в Африку из Сочи. Репортаж нашего корреспондента Дмитрия Барбаша. Солнцем и караваем встречал африканских гостей российский Сочи. Если к жаре лидеры государств Черного континента привыкли, то как правильно ломать хлеб и макать его в соль, объясняли переводчики. Старая русская традиция иностранцам пришлась по вкусу. В кулуарах широкие туники, короткие дашики, национальная африканская одежда. На форум гости приехали как на праздник. У нас в Алжире есть несколько типов одеяний. Это шапочка Хауза, а мое платье носят в самых южных районах. Во времена Советского Союза африканские вожди были частыми гостями. В Москве с удовольствием жали руки тем, кто вставал на путь социалистической ориентации. Если вот какая-то страна заявила, мы будем строить социализм, для многих в Союзе было достаточно. Понимаете, открывали все ворота, все, так сказать, калитки и так далее, и так далее, направляли специалисты. Это одна из самых ярких встреч. Визит в СССР президента Центральной Африканской Республики Жанна Бедели Бакаса. Бакаса сделал выбор, как и многие другие африканские лидеры, африканские государства в пользу советского пути развития, ну или, скажем так, адаптированного африкану советского, потому что в чистом виде, естественно, такого классического коммунистического пути в Африке, естественно, не было. Когда экстравагантному политику повязывали пионерский галстук, никто в советском государстве не подозревал, что в меню лидера цар входило человеческое мясо. Африканская культура – это совсем другая культура, это другая раса, она просто другая. Для них поедание предка, вот так же, как там 5000 лет назад, это часть долгосрочной исторической религиозной традиции. Пельмени, оливье, стейк из лосося. Для глав африканских стран в Сочи был устроен прием от имени российского президента. Тот самый уникальный случай, когда в одном зале в Сочи представлен весь африканский континент. Из 43 государств приехали президенты и премьеры из 11 министров. Одна только деталь – синхронный перевод идет сразу на шести языках. Чтобы поприветствовать всех лидеров африканских государств лично, Владимиру Путину понадобился час. У египетского президента галстук оказался в тон с галстуком российского лидера. Абдель Фатах Ассиси на сочинском форуме был сопредседателем. На протяжении целого дня он сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе. Мне придется, наверное, зарплатой своей поделиться, потому что часть моих обязанностей, конечно. Большое вам спасибо. Каир – давний партнер Москвы. С помощью советских специалистов в Египте была построена Асуанская плотина – уникальное сооружение на реке Нил. Еще ее называют пирамидой 20 века. В Африку СССР отправлял не только строителей, но и военных оказывать интернациональную помощь. Так было и в Анголе во время гражданской войны. Тогда была очень популярна песня ангольских партизан, более известная как «Володя». Герой песни – ангольский революционер, кумиром которого был Владимир Ленин. Был в Анголе свой Сталинград – сражение у поселка Куитоконавале. Сначала была атака ангольских танков, ангольской танковой роты против танков ЮАР. Вторая атака была кубинских танков против танков ЮАР. Это вот, собственно говоря, два таких танковых боя реальных. В Африку СССР поставлял и оружие. Здесь автомат Калашникова стал символом борьбы за свободу и независимость. Здесь, на саммите «Россия-Африка» мы представляем новые модели автомата Калашникова, которые вызывают огромный интерес среди различных африканских делегаций. Один из ключевых образцов – автомат АК-203. Автомат Калашникова в Африке хорошо известен своей легендарной надежностью. После развала Союза у Африки больше не стало большого и сильного друга. Некоторые страны, по сути, оказались брошенными. Политика, она ведь должна как-то поддерживаться экономикой, экономическими какими-то взаимосвязями, понимаете, ну, сотрудничеством. А это сошло на нет, гуманитарное сотрудничество сошло на нет. Вот, многие вещи в гуманитарном смысле перешли на коммерческое слово. В советские годы на кону стояла политика, теперь экономика. Первое пленарное заседание форума проходило под девизом «Открывая перспективы сотрудничества». Я думаю, сейчас самое время для саммита «Россия-Африка». Россию и Африку связывают очень теплые отношения. Россия сыграла важную роль в постколониальное время. Россия поддерживала Африку долгие годы. Россия причастна к строительству многих институтов Африки. И сегодня настало время утвердить наши отношения. И мы здесь рады, что Владимир Путин начал этот процесс. Черный континент – это нефть, алмазы и огромные рынки. Страны Африки заинтересованы не просто в инвестициях, но и в их защите. На саммите вспоминали недавнюю судьбу Ливии. Мы все внимательно и с большой тревогой следим за событиями, которые развиваются в вашей стране. Я считаю, что то, что сейчас происходит – это результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушении международного права. Привлечение российских инвестиций, покупка оружия и обучение военных – схема, которую уже опробовала Центрально-Африканская республика. Россия оказала нам огромную помощь в военной сфере, внесла вклад в подготовку военных для вооруженных сил республики, модернизацию армии, подготовку жандармов и полицейских. В сентябре Россия завершила поставку второй партии оружия. А с экономического сотрудничества с Южноафриканской республикой Россия начала налаживать с Африкой долгосрочные связи. Обе стороны – члены БРИКС. Вы впервые прибыли в Россию в качестве главы государства. Мы ждем вас в мае следующего года и в июле следующего года в Санкт-Петербурге на 12-м саммите БРИКС. Итоги форума – это соглашение контракта на сумму более 800 миллиардов рублей. Но в политическом плане результаты еще больше. Россия дала понять – всему миру она возвращается в Африку всерьез ненадолго. Дмитрий Барбыш, Алексей Житких, Роман Демидов, Роман Журавлев, Ольга Соловьева и Мария Солопова. Программа «Вместе».